МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Воруют деньги с помощью IT-технологий. Сотрудники полиции предупреждают о новом виде мошенничества. Выход на балкон с риском для жизни. Очередное обращение в рубрику Городской дозор. Осталось 8 команд. В Сарове проходит 1-4 Кубка города по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. Общественная организация «Союз предпринимателей города Сарова» провела общее собрание участников. На встрече также присутствовали глава города Александр Тихонов, представители Центра поддержки предпринимательства и Ассоциации промышленников и предпринимателей Сарова. Был приглашенный глава администрации. Большинство вопросов повестки были адресованы именно ему. Но Алексей Голубев посетить собрание не смог. Бизнесмены обсудили ставку налогов. С предпринимателей за то и варианты ее снижения. Активная работа в этом направлении идет вместе с другими закрытыми городами. Также речь шла об инициативе администрации установить предельный максимальный индекс роста тарифов на коммунальные услуги. Поднимался вопрос о том, что муниципальные имущества в городе используются не по назначению. Союз предпринимателей неоднократно обращался с запросами и письмами в различные инстанции в городе. Однако ответа не всегда удавалось добиться. В нашем городе существует три структуры, которые оказывают помощь бизнесу. Это Центр поддержки предпринимательства, Союз предпринимателей и Ассоциация промышленников и предпринимателей Сарова. У всех них схожие задачи, которые можно решать общими усилиями. Может быть нам самим троим договориться, объединиться. К вам пришли сложные вопросы, давайте вместе их решать. Мне одно и то же тяжело. Потому что приходит, вот каждое предприятие приходит со своей проблемой. Вот эту проблематику, которая вас будоражит, приходите, будем стараться так же вместе обсуждать. В итоге стороны договорились о взаимодействии по решению поставленных вопросов. Сотрудники Саровской полиции предупреждают горожан о новом способе мошенничества через сеть интернет с использованием банковских карт. Причем теперь злоумышленникам не требуется узнавать конфиденциальную информацию. О том, как не стать жертвой обмана, расскажем в следующем репортаже. Мошенники нашли новый способ обманывать владельцев банковских карт. Злоумышленники звонят по телефону и представляются сотрудниками службы безопасности банка. И если раньше они просили сообщить номер карты, то теперь рассказывают, что якобы в другом регионе заметили подозрительную транзакцию. Чтобы предотвратить снятие денег, владельцу карты предлагают ввести определенную комбинацию цифр. Граждане владельцы данной карты, ничего не подозревая, думают, что обезопасивают себя от совершения в отношении их преступного деяния, хищения ежеседневной карты, вводят определенную комбинацию цифр, которую называют им мошенники, тем самым дают мошенникам доступ на отдаленном расстоянии, пользуясь их картой. СМС на номер владельца счета перестают приходить. И только пытаясь снять средства в банкомате, он понимает, что денег нет. Привлечь мошенников к ответственности сложно, поскольку жертвы добровольно называют комбинацию цифр. Заявление о таком способе мошенничества в нашем городе пока не поступало, но в России он набирает обороты. В Сарове пока используют известные схемы обмана. Граждане сообщают свои коды также мнимым сотрудникам службы безопасности финансово-бизнесных учреждений, которые, позвонив, представляются данными лицами и с целью обезопасить их от каких-либо махинаций их карт, просят сообщить номер их карты. Это делать запрещено и никогда этого делать не нужно. Также саровчане продолжают жаловаться на обман через сайт Авито. Мошенники размещают объявление о продаже какого-то товара и просят предоплату. В итоге, отправив аванс или оплатив полную стоимость, покупатель не получает заказ. Если при общении с продавцом у вас возникают сомнения, от сделки лучше отказаться. В России вступил в силу закон, ограничивающий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью. Цель документа – пресечь многочисленные случаи мошенничества при заочной продаже квартир. По новому закону проводить дистанционные сделки с недвижимостью можно будет лишь в том случае, если собственник заранее в письменной форме уведомил Росреестр о возможности удаленной подачи документов. Без разрешения владельца недвижимости проделать такую операцию станет невозможно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. К началу сентября в Сарове должно открыть рабочее движение по улице Семашка. Такую задачу перед управлением капитального строительства поставили в городской администрации. Как рассказал начальник УКС Валерий Чухманов, автомобили будут ездить по двум дальним от жилых домов полосам, где сейчас укладывают нижний слой асфальта. В дальнейшем специалисты используют механизм переключения полос, когда две из них будут закрыты под ремонтные работы, а две открыты для проезда. Окончательное завершение работ по расширению Семашка намечено на декабрь. Однако есть шанс, что дорогу откроют раньше. Строители пообещали сделать все возможное, чтобы сдвинуть сроки на октябрь. В Сарове продолжается благотворительная акция «Не остуди свое сердце». Сейчас волонтеры собирают школьные принадлежности, развивающие наборы и обучающие игры, предметы личной гигиены, игрушки и детские вещи. Все это саровчане могут принести в Дом книги на проспекте Музруково. Помощь отправят в Темниковский детский дом и Центр социальной помощи семье и детям. Более подробная информация по телефону 5-15-08. Полиция разыскивает Санкина Андрея Петровича, 1963 года рождения, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом человеке, просят связаться с полицией по телефону 02 и 5-60-33. В рубрику «Городской дозор» обратилась жительница дома номер 19 по улице Силкино. 20 лет пенсионерка пытается добиться от коммунальной службы капитального ремонта балкона. Козырек навесной конструкции постепенно разрушается, и каждый выход на балкон чреват получением травмы. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Жительница дома на Силкино-19 боится выходить на собственный балкон. Бетонная плита на козырьке почти вся осыпалась. Осталась только ржавая арматура. В щелях заводятся дикие пчелы, во время дождя вода протекает в квартиру. Уже 21 год пенсионерка пытается добиться помощи от управляющей компании. Начала я ходить с 1998 года. Каждый год хожу, пишу заявление в ЖЭК. Мне, значит, это пишут, получили, расписались, получили, расписались, и больше никакого. Несколько лет назад частичный ремонт все-таки проводился. Забетонировали и укрепили основание балкона. Козырьком заниматься отказались. Специалисты сослались на то, что это дополнительная работа, за которую им не платили. Я, оказывается, должна собрать всех жильцов и денежки мне просить, чтобы мне сделали. А кто это будет делать? Разрушение балкона – не единственная проблема. Лифт время от времени перестает работать. Пока его не отремонтируют, пенсионерка добирается до девятого этажа пешком. С сумками такое расстояние Раисе Степановне дается с трудом. Любые прогулки для пожилой женщины становятся невозможными. Подышать буду ходить на балкон. Мне нельзя посидеть на балконе, потому что сыпется. Дому около 40 лет. Балконы нескольких квартир начали разрушаться спустя 20 лет с момента его сдачи. Это говорит о том, что изначально жилье построили недобросовестно. Сокращают срок службы балкона в погодные условия и неправильная эксплуатация. Управляющая компания за этот год получила несколько обращений от жильцов о разрушении балконных козырьков. Управляющей компанией заказана проектно-сметная документация на ремонт козырьков над балконами такой же серии, потому что появились обращения еще такого же характера. После завершения выполнения работ по проектной документации мы заключим договор с подрядной организацией на ремонт таких балконов. Сроки выполнения работ будут определены после заключения договора между управляющей компанией и подрядчиком. Райси Степановне и жильцам домов с такой же проблемой остается только ждать. Проблема использования детьми современных гаджетов в школе и в частности на уроках давно обсуждается на различных уровнях. В июле запрет на мобильные телефоны во время учебного процесса обсуждали на заседании Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Новые правила для пользования мобильными телефонами в школах разработают до 1 сентября. Что думают по этому поводу саровчане, выясняла наша съемочная группа. В наше время современная молодежь стала зависима от телефонов и планшетов. Берут с собой в парке, на прогулке и даже в школу. А как их родители и сами дети относятся к гаджетам на уроках, пойдемте узнавать. А как вы относитесь к тому, что дети пользуются гаджетами на уроках? Отрицательно. Почему? Мешает прям учебному процессу. Пользуетесь гаджетами на уроках? Ну да, сами. Иногда в помощь. Если не знаем ответ, то в гаджетах посмотрим и найдем ответ. Ничего, нормально. Я считаю, что это хорошо, что они пользуются на уроках телефона, потому что иногда они не знают материала, они могут подготовиться. Отрицательно. Почему? Ну, потому что это мешает учебному процессу. А что будет, если, например, отменить в школу носить телефоны? Ну, я слышала, что сейчас вышло предложение носить обычные кнопочные телефоны. Считаю, что гаджет, ну, можно, но с учет того, что, например, все сдали перед началом урока учителю, потом забрали. Вот это, я считаю, самое оптимальное. С одной стороны, пользоваться это хорошо, но с другой стороны, это отвлекает от учебного процесса. И я все-таки за то, чтобы дети получали все-таки знания. Во-первых, это внимание отвлекает, во-вторых, зависимость развивает. Вообще, мне кажется, это дурадское изобретение, эти гаджеты. Сейчас дети такие, ну, время. То, что информация больше преподносится стремительно в видео, во всяких, и в интернете в большей степени. Ну, и ребенок может развиваться в том направлении, в котором ему нравится. Поисково-кинологический отряд «Саров» приглашает жителей и гостей города принять участие в учебном поиске. 17 августа в районе Филипповских озер будет развернута учебная спасательная операция по поиску заблудившихся в лесу. Все желающие смогут познакомиться со спецоборудованием, снаряжением, а также примерить на себя роль волонтера-поисковика в составе кинологического расчета. Лидером среди регионов по количеству заблудившихся в лесу людей стала Нижегородская область по итогам июля. В розыск объявляли 47 человек. 44 из них нашли живыми благодаря своевременной помощи добровольцев-кинологов. В эту субботу руководители Саровского поисково-кинологического отряда организовывают своеобразные День открытых дверей, где жители города увидят работу поисковиков изнутри. Мы решили на тренировку пригласить и жителей города, чтобы они могли познакомиться с работой поисковиков, как мы работаем и ищем. Тренировка будет проходить на открытой местности в районе Филипповских озер. Организаторы обращают внимание на правильную подготовку участников к учебной спасательной операции. Мобильный телефон должен быть полностью заряжен и установлено специальное программное обеспечение. Надо взять минимальный запас какой-то воды, питья, перекус небольшой, правильно экипироваться. То есть мы идем в лес, одеваем сапоги, одеваем плотную одежду с длинным рукавом, головной убор. Одежда должна быть яркая. Можно, если нет яркой одежды, можно вот такую же жилеточку взять. А еще желательно взять свисток, фонарик, медикаменты и компас, чтобы ориентироваться на местности. Если не можете пользоваться этим устройством, то спасатели научат. Люди увидят очень многое. Как работают картографы, топографы, познакомятся с техникой, которую мы используем. Попробуют себя в любой роли, которая задействована при проведении провисково-спасательной операции. Очень будет интересно, познавательно, поучительно. Стать участником учебной спасательной операции могут только взрослые люди старше 18 лет. Заявка на участие подается через специальную форму в официальной группе поискового отряда ВКонтакте. Последний срок принятия заявок – 18.00.16 августа. На стадионе Икар продолжаются матчи в рамках 71-го Кубка города по футболу. В турнире принимают участие 14 команд из первой и второй лиги. До 1-4 финала дошли 8. В очередном матче соревнований за победу боролись Терем и Выпил. Подробнее о матче расскажем в следующем репортаже. Команда Терем – чемпион прошлогоднего турнира Кубка города среди команд Царова. Спортсмены надеются повторить свой успех и в этом году. И пока занимают лидирующую позицию в чемпионате. На Кубах всегда обычно зрелищные игры проходят. И очень часто они бывают непредсказуемы. В сравнении с играми в чемпионат. Бывает иногда, ну, очень часто в кубковых играх, что команда, которая идет аутсайдером, выигрывает у варит. Но, надеюсь, сегодня этого не произойдет. С начала матча команды боролись на равных. Но к концу первого тайма Терему удалось завладеть преимуществом и отправить в ворота Выпила первый гол. На перерыв команды ушли со счетом 1-0. Впрочем, это сломило дух вымпелцев. Хочется, чтобы мы побольше забивали, чем пропускали. Ну, реализации не хватает. То есть, моментами. То есть, иногда не хватает забить вовремя нужный гол. Чтобы игра по другому сценарию пошла. Во втором тайме игроки Терема не только сохранили, но и усилили лидерство. Сравнять счет и вырваться вперед в импелу так и не удалось. Игра закончилась со счетом 2-0 в пользу Терема. Кубок города у нас традиционный, как и чемпионат города. Проводится 71-й раз. Отличие кубка. Там команда играет на вылет по одной игре. Проигравший команда, соответственно, отсеивается и больше дальше не продолжает свое участие. В этом году в чемпионате Кубка города приняли участие 14 команд. Финальные игры пройдут в середине октября. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин